Добрый вечер, Алексей. Меня зовут Евгений. Ее зовут Маруся. Она у нас присутствует, послушает про трех мушкетеров. Кошки, кстати, ведь не задействованы в фильме, только лошади, наверное. Нет, Евгений, у нас задействована масса животных. Я такого количества животных, как на площадке фильма «Три мушкетера», я не видел ни на одной картине. У нас были утки, гуси, овцы, бараны, козлы, собаки, кошки. Вся эта живность постоянно по площадке перемещалась и придавала кадру определенный колорит. У нас в детстве на первом курсе института учили, что животное переиграть нельзя. Да-да-да, ребенка и животное. Да, ребенка и животное, что это запрещенный прием выпускать рядом с артистом животное, потому что животное существует абсолютно в органике, а артист всегда что-то играет. Поэтому как бы нас это присутствие животных рядом подстегивало именно к органике. Симулировало, да. Да, именно. Надо было соответствовать по-другому. Вот Маруся у нас поэтому, чтобы не отвлекать на себя внимание, она просто сидит как сфинкс. Маруся удивительно послушная. Как будто чучела. Кошки обычно так сами по себе, и сейчас бы она встала и пошла, а Маруся просто... Нет, нас это не устраивает. Умница. Да, нас ее органика в этом смысле не устроит. А у вас были, кстати, в Омске домашние животные? Когда вы были ребенком в детстве? Ой, домашние животные всю жизнь сопутствовали. Так. Вот. У мамы с отчимом всю жизнь была собака русская борзая. Ага. Всю жизнь. Сначала одна, потом другая. В Омске был кот. Появление кота было таинственным. У меня был дядя, родной брат мамы, Анатолий Григорьевич Полищук. Он... Я проснулся утром от того, что кто-то по моей голове ходит. Ага. А сколько лет было? Мне было тогда, ну, я не знаю, наверное, лет 7-8. По моей голове кто-то ходит. Оказывается, Анатолий Григорьевич пришел поздно ночью и приволок с собой кота, котенка. Вот абсолютно точно такой же масти, как Маруся. Ага. Вот. И кот остался в доме. Кот отличался очень беспокойным характером. Но я такого умного животного не встречал к своим 7 годам никогда в жизни. Объясню, в чем дело. Он при всей своей нахрапистости, при том, что он был абсолютный хулиган, хулиганство его заключалось в следующем. Бабушка моя, Ольга Пантелеевна Полищук, как хозяйственная женщина, на ночь глядя делала обход квартиры. Заключалось в том, чтобы посмотреть, везде ли выключен свет, не льется ли из крана вода, разгружена ли стиральная машина и так далее. Ну, как любая хозяйка, значит, она в шале, значит, в ночной сорочке. Она идет, уже везде полумрак. Семья у нас была очень большая, обходит свои владения. И кот всегда затаивался за дверью. Он ее обожал, он ее признавал единственную. Он всегда притаивался, Василий, за дверью. И когда, значит, она достигала определенной дистанции, по его мнению, выгодной для проявления ласки, в этот момент он прыгал в темноте, цеплялся когтями вот здесь у нее на груди и повисал. Это было его проявление ласки, проявление нежности и любви. Так себе. Бабушка пила валидол после этого, но его где-то не останавливало. Однажды он ходил, он всегда обожал ходить вокруг холодильника, когда его открывали. И дедушка однажды благополучно не заметил, как кот пробрался в холодильник внутрь, закрыл холодильник и ровно через 15 минут мы услышали все, что мы должны были услышать от кота в такой ситуации. Потому что холодно в холодильнике. Он там съел все, что можно, а потом ему захотелось наружу. И шнецкого стола. Да, и мы все услышали, значит, он нам выговорил все, все, что можно было, в общем, сказать на кошачьем языке, он нам высказал все. Еще один пример потрясающей его самоотверженности. Уехали мы всей семьей на дачу, и когда вернулись, оказывается, кто-то перед отъездом, а вернулись мы через сутки, кто-то перед отъездом закрыл дверь в ванной, где был его лоток. Так, это серьезная проблема. Серая комета металась по квартире, серая комета металась, которую нельзя было остановить, но он терпел, пока мы не приехали. Была открыта дверь в ванной, пулей туда, там все было моментально, значит, прекрасно, и после этого он выскочил, и опять нам высказал все, что он думает о нашем поведении. Героическое животное. Абсолютно героическое, абсолютно, вот просто чудовищно умное животное, если это применительно, конечно, по отношению к животным, я такого смышленыша не встречал. Они разные бывают, так же, как и люди. Вы дважды упомянули фамилию Полищук. Да. Давайте сейчас развеем миф или, наоборот, его авторизуем, потому что я массу читал всякие вещи. Я люблю развенчивать мифу, потому что пишут про меня, черт знает что. Да, что вот одна из историй, что якобы вы взяли фамилию мамы Полищук. Рассказываю, как на духу. Как на духу. Журналисты, как вы знаете, являясь сам, прошу прощения, совершенно непредвиденные обстоятельства. Живой пластический момент выключай. Все лучше выключите, а то будут наводки, Алексей. Лучше выключите. Да, прошу прощения. Итак, вы, как журналист, наверняка, Евгений, знаете, что журналисты любят жареное. Без заголовка нет статьи, без статьи нет коммерческого успеха, нет тиража и так далее. Я тогда трудился у, дай бог ему здоровья, Илья Вербуха на шоу «Ледниковый период». С Анной вы были. С Анной Семенович. Мы, значит, дерзали на льду. Я пытался сделать то, что я умею коряво, но как-то у меня, в общем, это все получалось. И мы выступали на Хадынском поле, какой-то был громадный дворец. И я там, после выступления, мы обычно брали микрофон и что-то говорили зрителям. И я в запале, в горячке какой-то сказал громко на весь дворец спорта, значит, Илья Вербуха, «Алексей Макаров!» Я говорю, «Алексей Макаров-плещук!» Очень мне хотелось сказать, что я еще и плещук. Ровно после этого все интернет-издания написали, что я взял себе фамилию Полещук. Они немножко перепутали. Фамилию Полещук взяла себе моя родная сестра, Марието Цыгаль. Старшая? Нет, она младше меня на 12 лет. На 12 лет? На 12 лет, да. Марието Цыгаль взяла себе, после того, как мама ушла, она взяла себе фамилию Полещук. Я себе фамилию Полещук не брал, что, в общем-то, может быть и зря. Но журналисты из этого раздули, из этого моего спича на льду. Раздули так, что вроде я тоже взял. Но, Алексей, заметьте, не на ровном месте. То есть вы по поводу так как бы дали. Да, да, наверное, не на ровном месте. Наверное, я дал информационный какой-то повод. Но если, значит, кто-то проявит интерес к метрикам моим, там фамилии Полещук нет. Ну, это, в общем, это миф. Нет, ну, учитывая, что Любовь Полещук это культовый совершенно персонаж кинематографа, она ее ни с чем сравнить, ни с кем сравнить нельзя. Она особенная такая была актриса. То к ней, конечно, есть интерес. И это бренд такой. Поэтому я как раз, может быть, из корпоративной солидарности, но оправдую коллег, что они за это уцепились и стали это обсуждать. Евгений, вы знаете, мне кажется, что все и так абсолютно в курсе, что я сын Любови Григорьевны Полещук. Ну, как-то еще пристегивай к себе фамилию. Ну, я не знаю, я в молодости мог это сделать, когда получал паспорт. Но я в молодости страдал таким юношеским максимализмом, остатки которого до сих пор иногда проявляются. Я подумал, что уж, коль я поступил в театральный институт, надо прославляться под фамилией Макаров. Надо, чтобы зритель знал, потому что Полещук уже есть. Полещук этому бренду, как вы говорите, надо соответствовать. Я очень побаивался, что я вдруг довозьму и не начну соответствовать. И тогда фамилия будет, что называется, ну, как-то не то, что скомпрометирована, ну, как-то не то. Взял себе фамилию Полещук, а при этом, ну, абсолютно... Я подумал, что если уж позориться, лучше позориться под фамилией Макаров. Вот, поэтому я оставил фамилию Макаров. Мама, в общем-то, ну, так, я так подозреваю сильно, что ей было, наверное, это не очень приятно. Но, тем не менее... Вы не обсуждались? Тем не менее, нет, мы не обсуждали. Мама всегда давала мне абсолютную свободу в плане моих каких-то телодвижений. Хочешь, туда поступай, хочешь, сюда поступай. Хочешь такую фамилию брать? Тебе эта девочка нравится? Пожалуйста. Хочешь в ПТУ поступать? Да ради бога. Все, что хочешь. Хочешь в армию служить? Сынок, да пожалуйста. Это личное твое дело абсолютно. Вам в этом смысле была большая молодец. Она мне, вот в этом смысле, ничего не запрещала. Она во всех смыслах, мне кажется, была молодцом. А вы сказали, что вам до сих пор свойственен некий юношеский такой вот... Да, да, и я не могу сказать, что... В чем это проявляется? Я иногда могу сказать человеку все, что я думаю. А в современном мире это не очень принято. В первую очередь... Это социально просто. Корректность, политкорректность и так далее в первую очередь. Я могу, тем не менее, по зоопарке, по горячке высказать все, что я думаю. Мешает это в работе? Это, как выяснилось, это мешает. Как выяснилось, это мешает. Вот. Если я страдаю, я страдаю наотмашь. Если я радуюсь, то я радуюсь до слез и так далее. Вот этот максимализм, конечно, после 40 лет, он уже помешивает. Не мешает, но помешивает в каких-то моментах. Иногда я просто прям чувствую внутри. Леша, вот у дела придержи. Не позволяй эмоциям. Если твой мозг это возница, то твои эмоции это лошади. Вот не позволяй лошадям управлять возницей. Наоборот, должно быть. Мозг должен управлять эмоциями, а не наоборот. Вы так все время педалируете возраст. Прям вот набиваетесь на комплимент, что вы не выглядите никак. Евгений, честно вам скажу, абсолютно на комплимент не набиваюсь. Просто для меня это дико, что мне уже 42 сейчас, 15 февраля, исполнится. Для меня это... Ну, я никогда не думал, что мне когда-то будет 42. Да простят меня люди, которые старше меня. Простите меня, пожалуйста. Но мне... Как-то для меня это вот это как-то, ну, правда, дико. Вот какая-то там сидинка появилась, там еще чего-то. Я смотрю, ну, неужели это я? Быть этого не может. Потому что мне в душе, наверное, ну, где-то 23-25. Вот я себя ощущаю вот все таким же. Мы перед эфиром начали как раз обсуждать эту тему. Вы не успели мне рассказать. Относительно того, что мы ведь... Повод у нас какой встречи? Это предстоящая, то есть сегодняшняя премьера трех мушкетеров. Три мушкетеров. Да, 14-го числа будет прокат. Прокат начнется. Сегодня премьеры. И вы играете роль Портоса. И я вот вам сказал, что вот вы ни разу не Портос. Вот я смотрю на вас. И выяснилось, что вы на самом деле были Портосом. Я имею в виду бесовые сейчас параметры. Расскажите. У меня всю жизнь... Странная вещь. Всю жизнь... Вроде артисты всегда должны быть в форме. Но для кого-то форма... Я не думаю, что, допустим, Евгений Леонов думал о том форме. Он был просто гений. Я считаю. Я как-то всю жизнь не обращал на это внимания. Вы про физическую форму сейчас говорите? Да, пухлую. Да, исключительно про физическую. Ну, пухлую, думаю я. Буду играть характерные роли. А вот сейчас вот похудел, там сбросил. Буду играть нехарактерные, какие-то героические. И те, кто отслеживают творчество артиста Алексея Макарова, прекрасно знают, что вот здесь он комедия, и он абсолютно громадный, большой, пухлый, обаятельный и так далее. А здесь вот, я не знаю, фильм «Офицеры», и он весь такой бронежилетик, накачанный. Мне по молодости не хватало самодисциплины внутренней, для того, чтобы определиться, я или это, или это. Поэтому меня то разносило, то я опять сдувался. Но какая амплитуда, о чем мы говорим? Чудовищная амплитуда, там 10-15 килограмм, это был не предел. То есть, это происходит, как все люди, вот обращаюсь сейчас ко всем людям, которые любят поесть, вы знаете, как это происходит. Ты ешь, смотришь на себя в зеркало и думаешь, да какой я молодец, ничего не откладывается, все прекрасно. Но в один прекрасный день ты понимаешь, что джинсики на тебя уже не налезают. И ты опять влезаешь в дирижаблеобразный балахон какой-то, для того, чтобы скрыть какие-то изъяны своей фигуры. И думаешь, ну ладно, ну сейчас поиграю, вот это, похожу вот так вот. Вот, и так вот меня кидало туда-сюда, и как-то я никак не мог определиться. И именно в том состоянии, когда я весил порядка очень много, ну там за 100 килограмм было. Ну у вас и рост, в общем-то. Да, рост у меня 190, вот, и я был очень большой. Именно в этом внешнем виде я пришел пробоваться на портоса. И Сергей Викторович Жигумов, глядя на меня, сказал, не надо худеть, все отлично, прекрасно выглядишь. Вот нас такой портос устраивает, все. Я подумал, какая лафа, сейчас рвнул, как это прекрасно, сейчас буду работать все лето, и не надо этого ничего. Нет, это самое, надо просто быть таким какой-то и есть. Я сыграл портоса. Вот, и после этого, как это часто бывает в моей жизни, внезапно, я вдруг подумал, а не вернуться ли мне в то состояние, когда я учился на первом курсе института. Есть у меня дома одни джинсы, которые я носил на первом курсе института. У всех у нас есть какая-то шмоточка из детства, которую мы обожаем и которую мы не выбрасываем. Эти джинсы, значит, лежали в шкафу. Я подумал, вот совершу-ка я поступок в свою жизнь, которого я не делал никогда. Втисну-ка я себя в эти джинсы. Вот это было внезапно, я не знаю, это была импровизация, как это говорят артисты. Вот, и для меня всегда была такая, знаете, сама отговорка. Я ходил в спортзал периодически, занимался там вот в фитнес-клубе. И отговорка, она всегда найдется у человека, который ленив по своей натуре. Я по своей натуре, очевидно, ленив, потому что вот сейчас выходить на улицу, отдирать, значит, машину, лед отскребать, значит, заводить, прогревать, по пробкам добираться до фитнес-клуба. Там, значит, это самое, на тебя смотрят, кто-то тебя узнает, думает, господи, какой он большой. И все это, когда накладывается, ты думаешь, а, ладно, завтра схожу, завтра у тебя те же самые мысли, ты опять не идешь и так далее. Я подумал, что надо сделать для того, чтобы отговорок не было. Ответ очевиден, поставить беговую дорожку у себя дома. Так и сделали. Я нашел тут же в интернете предприятие, которое занимается, привозят на дом и там устанавливают. Дозвонился, ровно через два дня дорожку привезли. И вот я сел напротив нее и подумал, вот теперь деваться некуда. И побежал. И бегаю до сих пор, похудел на 23 килограмма. За сколько, 23 килограмма? За 4 месяца где-то. За 4 месяца. Ни в коем случае, ребята, дорогие, кто собирается худеть, не пытайтесь добиться результата 10-15 килограмм в месяц, потому что страдает весь организм, для него это дикий шок, страдает печень, почки, легкие, все на свете страдает. Поэтому 3-5 килограмм в месяц это оптимально, это полезно для организма. Сколько времени вы тратите на дорожку? На дорожку трачу час 10-20. Каждый день? Через день это надо делать. Да, это надо делать через день. Час 20, бегу обычно 10 километров. Бегу умеренно, не насилую себя, не надо ставить рекорды. Это для себя, это обязательно должно быть в удовольствии. Иначе организм начнет бастовать. И начнет очень неохотно отдавать килограммы. И к этому я прибавил бессолевую диету, которая заключается в том, что да, никакой соли. Одна молекула соли задерживает больше 20 молекул воды в организме. Поэтому все опухлости, отеклости, это все от того, что соль держит воду. А воду организм должен отдавать очень охотно. И плюс, конечно, я перешел на все вареное. Не надо жареного есть, надо есть вареное или на пару. Отварное мясо, отварная кура, как говорят, отварная рыба. И вот результат он мне заметил сказаться. 23 килограмма как перышком с меня просто сняло. И я очень доволен результатом. И сейчас продолжаю бегать. Похудеть это полбеды. Надо еще вес удерживать. На одном уровне. А вот это, конечно, немногие на это способны. Но я вот, что называется, к определенному моменту своей жизни пришел к такой самодисциплине, что теперь я без бега не могу. Если я через день не побегаю, у меня ощущение какое-то, что я что-то не то. Я какая-то маята у меня. Мне надо разрядиться, лишнюю энергию сбросить на дорожки. Чем я и занимаюсь очень благополучно. Вчера буквально десяточку сделал. Да. А с диетой вот это легко тоже далось? Да. Оказывается, отварная еда без соли, пробежав десяточку, это кажется самым вкусным на свете, что может быть. Ну, видимо, только если пробежать десяточку. Суса жареная, копченая, все это, от него очень легко отказаться, потому что, когда пробегаешь десятку, еда залетает на ура. Вот вы рано или поздно курить бросите, тогда вот это будет проблемой, потому что отказ от никотина сразу приводит к набору. Маленький секрет открою, Евгений. Для меня никогда курение табака не стояло остро. Я могу вообще не курить. Я иногда не курил год, иногда два. Потом я могу выкурить 3-5 сигарет в день. Вот сейчас я выкуриваю 10 сигарет в день, мне этого хватает вот так, выше крыши. Пачки мне хватает на 2-3 дня, поэтому я не считаю, как это большая проблема. Не будем никаким пропагандировать. Не будем пропагандировать, бросайте все курить. Скажите, вот, допустим, да, вот, ну, я понимаю, да, что вы, наверное, если прибавить 23 килограмма, наверное, все-таки вот, ну, можно увидеть портоса. А вы других портосов отсматривали или вы не засоряли себе голову вот этим? То есть, когда вы поняли, что вы будете играть, вы специально... Нет? Я считаю, это мое субъективное мнение, что артист, который начинает судорожно смотреть предыдущие работы, он именно, как вы сказали, засоряет себе личное пространство, личную свою волю, личное свое творчество. Я не сделаю из этого секрета, я абсолютно болел в детстве фильмом «Три мушкетера» со Смирницким, с Боярским, со Старыгином, ну, в общем, для меня это и со Смеховым. Для меня это был, ну, как, это был любимый мюзикл, это была любимая музыка Дунаевского, стихи Ряшинцева. Я знал все это наизусть, эту картину, я ее смотрел, наверное, раз в 20 точно, вот. Поэтому мне ее пересматривать было не надо, я знал, что мы делаем немножко другое. Я считаю, это тоже, опять же, повторюсь, мое субъективное мнение, что картина наша Хелькевича, это скорее киномюзикл, она вся построена на музыке, на песнях, которые там через каждые 5-7 минут идет очередная песня. И вся страна этой песни напевала и знала наизусть. И на магнитофоне записывали с телевизора через микрофон, записывали эти песни, и потом в школу приносили, все это слушали. Мы же делали художественный фильм и сериал, где музыка оригинальная, она симфоническая, у нас нет песен. Музыка у нас оригинальная, симфоническая, записанная лондонским оркестром в Лондоне. И у нас никто не поет, у нас все... Сергей Викторович, когда ваял свое произведение «Три мушкетера», он старался максимально близко быть к оригиналу, к Дюма. Единственное, что мы по метражу не успели впихнуть из оригинала, это слуг. Если вы помните, в романе еще присутствует планшея, вот эти слуги. У нас слуг нет, потому что мы по метражу тогда совсем бы не вытягивали, слишком большой бы разброс получался. Зато у нас в фильме уже есть госпожа и господин Кокнар. Да, Ксюша Кутепова мы с ней снимались, она, Смолкин играл господина Кокнара. И у нас есть сцена, когда Портос обедает за столом в семье, и, значит, его ревнует. И он, ну вот это все, вот это, Сергей Викторович, за что ему большая честь и хвала, он старался минимально отступать от оригинала. Там, конечно, есть художественные домыслы, есть сценарные добавки, которые сочинялось Сергей Викторович. Они сочинялись прямо во время съемок? Нет, 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 нет. Дело в том, что Сережа Жигунов, он эту картину, я так подозреваю, снять хотел где-то, наверное, лет с 15-14. Он болеет этим материалом, это абсолютно его какая-то мечта детства была, снять этот фильм. Поэтому, когда мы пришли на площадку и попытались, Павел Баршак, я, Юра Чурсин, Ринальд, он молоденький совсем, Д'Артаньян. Ему 18 лет, как в романе, и вот когда он начал сниматься, Д'Артаньян у нас, как в романе, совершенно юный, без усы, он у нас без усов и без бороды. Вот, и мы пытались как-то импровизировать и что-то свое, но у Жигунова в голове картина была уже снята. И поэтому шаг вправо, шаг влево, это был расстрел сразу. Он тут же выходил из-за монитора, подходил, он очень корректно на площадке, он всегда очень-очень тихо. А вы первый раз с ним работали? Да, первый раз, да. Очень деликатно, очень тонко, но очень твердо. Пожалуйста, вот это. И вдруг я по глазам вижу, что лучше вот это, потому что иначе неизвестно, чем это закончится. Поэтому лучше вот это, и слава богу. Сереж, а вот это, да, да. Нет, 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 вот это, вот это. Понимаешь меня? Да, понимаю, все хорошо. Вот это, так вот это. Пару раз я губу надул, что мне казалось, что вот то, что я делаю. Хорошо, он позволяет, ты сделай это. Но я знаю, что в материал все равно пойдет дубль, который он видит. У него в голове картина снята. Поэтому спорить было бессмысленно. А вы вообще человек импровизации? То есть вы на съемках, вы любили? Вот я вот спросил, потому что я почувствовал, что вы. Люблю, да. Я люблю на съемках внезапно в рук что-то. А кто вы по темпераменту из мушкетера? Вы ведь не Портос по темпераменту? Или вот на самом деле? Я думаю, что зритель поймет, кого я сыграл. Но мне кажется, Портос такой, сангвиник. А? Сангвиник. Сангвиник, то есть все-таки Портос, да? Не флегматик точно. Потому что он очень такой человек боевой, любящий ввязаться в драку. И в драке, если... У нас потрясающий был постановщик боев француз из Франции, который ставил фехтование еще для Фан-Фан Тюльпана. Ух ты, сколько же ему лет-то? Это же 50-х годов лента. Отец его ставил для Фан-Фан Тюльпана, его отец, а у него династия. Это нюанс, да. То есть Сергей Викторович очень серьезно подошел к процессу. Лондонский оркестр пишет музыку, постановщик трюков и боев из Франции, который, значит... И постановщик боев придумал каждому мушкетеру свою манеру фехтования. Здорово. Вот такая совершенно беспощадная... У нас атос Юра Чурсин все время, он фаталист абсолютный. Смерти он не боится, он ее просто абсолютно презирает. У него беспощадная, яростная, как у гадюки, у змеи, которая бросается. Глаз у нее стеклянный, зрачок вертикальный, она бросается, не разгоняется. Это наш атос. Арамис – это иезуитская манера. Это не... Он еще платочек успевает понюхать. Здорово. Понюхать платочек, который у него от любовницы сюда... Он абсолютно вот так вот это, что называется, пером пишет в воздухе. Риналь Д'Артаньян – это чертенок молодой, который... Элементы акробатики у него, фехтование. Он бегает по стенам, по деревьям, делает сальто, вот это все. За ним невозможно уследить, потому что Д'Артаньян у нас вот такой. А Портос, к вопросу о темпераменте, он не фехтует практически. Если под рукой дверь, он берет дверь. Если стул, он берет стул. Если бутылку, он берет бутылку, он берет бутылку. Ну что ж, 14-го мы все это увидим, я надеюсь. Да, вот все, что под рукой попалось, он этим тоже готов соперника убедить в своей правоте. Спасибо вам, Алексей, вы очень наглядно все рассказали. Я как будто кино увидел. Огромное вам спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok